10 секунд в месяц 10 секунд в месяц 10 секунд в месяц Топ-5 выиграли, Ревенджи выиграли И Ехаги выиграли, но Earth Spirit Одна игра, одно поражение Ну и SP и Исурус, уже три матча И без побед пока идут Эти ребята, ну давайте познакомимся, наверное, поближе С вот этими товарищами Первый у нас идут No Earth Spirit Логотип такой же, какой был и у No Tidehunter в свое время, может быть это Очередные победители интернешнала Четная попыточка Да, 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 ну видим, что у них нету Статистики за Время игры Новый достаточно коллектив Ну и Union Gaming У них неплохой винрейт, 60%, 9-6 Собственно по играм и видим Среди любимых героев Мне нравится их сокращенное название команды УГ? Ну вот реально, когда придумывали тег, надо было задуматься Хотя... Ты задумывался, что вот Видите ли На русском языке у тебя плохо звучит Название команды, да? Много же комьюнити смотрит Русского И надо как-то пытаться... Конечно, конечно Всем угодить Угодить всем Давай без вот этих вот Шуточек Так, ну что, смотрим Команда Union Gaming Иво Сидирал Энджел Джерико И Зндерлз Вот это мне, ник, больше всего нравится Ты меня сейчас в астрал закинул этим заглянанием просто Не делай так больше Да, ну и команда Ноэр Спирит Гуди Брикс Релик Халфрайт Экроу Нормально И Наив Все понятненько Тут Шадоу Демон Плюс Патма Связка А тут Более АОЕ Задумка Такая Пикнута Дарксир Плюс Санкинг Да, Дарксир Плюс Санкинг И там и там вроде бы уже комбинация есть Посмотрим, кто комбинатор лучше Пока еще Я не видел просто ни одну из этих команд Для меня достаточно Не, я видел Ноэр Спирит на The Summit Я Юджи, наверное, комментировал разочек Да, потому что знакомые Ники И Джерико И Иво Ну Иво это, кстати, вот тот чувак Который прыгал из команды в команду Из-за которого забирали инвайты у команд У ревейнджей Он был у них Потом прыгнул сюда Потом Ему сказали, что Или ты прыгаешь обратно Или типа у команды Той не будет инвайта Короче, там вообще огонь Ну ладно Все закончилось хорошо Ревейнджи играют И Иво и играет Собственно Вот такие у нас пироги Баны у нас Вторая стадия началась Пока что Думает Иво Неужели он настолько жесткий Что его вот так вот Все терпят Может быть Это местные артизии Вот сейчас посмотрим Может быть Тем более, что он на пике И еще даже без Клан Тега Вот обратите внимание Слушай, вот можно сказать так Если бы полтора года назад Ты раз такой, знаешь, комментируешь игру Не запомнил никнейм парня Который уже играл Тебе, может, и сказали Типа Ты че вообще, что ли, днарь А вот С таким количеством матчей, как сейчас Они бы у меня неделю назад Играли Я бы на них смотрел Как полностью на новых лиц Типа Каждый день встаешь Какой сейчас год Идешь к этому компьютеру Какой сейчас турнир Кастить Ну, это же действительно так Да, так и есть Огромное количество премьеров Игроков Команд Это все тасуется Иногда тебе пишут Ты что, не смотрел вчера Европу Типа Да, да, да Ребята, когда ты комментируешь Тут, тут 12 часов в сутки Ты не приходишь домой И не включаешь Где же голос моего любимого Каспера Надо посмотреть, что он там кастит А ты его на работе не наслушался Надо ищить Да, соскучился Минут пять назад Руки жали Уже так не хватает Да, да, да Мне тоже просто порой Улыбают такие моменты Когда зрители Да, блин, только вчера Эту страту использовали Да, думаю, охренеть Я рад Я безумно рад Но вчера, например У меня был там Десятичасовой эфир И у меня другие страты использовали Ну, ладно Это уже Не, мы можем контролить В принципе Всю доту Только мы Превратимся в каких-то Я не знаю Каких-то я не знаю Да, это вот то слово Просто я не могу Что-то подобрать Такое, знаешь Без мата Именно, именно Так, ну ладно Прошла у нас Вторая стадия банов Минус темпларка И дизраптор Также в бане У нас лайстиллер И штормспирит Ну и Вторая стадия пиков Основное время Мы видим уже Изрядно так Покоцали Оба капитана Посмотрим Будет ли это дальше Ауе задумка какая-то Или ограничиться Именно дарксиром И санкингом У флейн есть Есть саппорт Может быть визажа Кого-то забрать Потому что санкинг Понятное дело Уйдет в леса Он на лайне Суппортировать Своему керри Особо не будет Да, если только Какая-то Там изначально На первом левеле Выйти в смоке Кого-то попробовать Убить А потом он действительно Уходит в лес Но от него там Действительно много пользы Он хорошо фармит Он хорошо фармит Быстро получает шестой Быстро получает даггер И потом уже действительно Можно идти там Браться Ну посмотрим Кого-то еще Пациент кинга Будут брать Аппарат у нас еще В пике кстати Присутствует Не присутствует в банах В пике он пока не присутствует Ну да Не присутствует Возможно его появление Грубое Возможно появление Именно так Я хотел сказать А инвокера нет Юниону сами забанили его Я удивлен кстати Потому что Шадоу Демон Патма Инвокер И Кентавр Где-то я это уже видел Мне кажется Просто у нас просто Да Это я не знаю Что сейчас должно произойти Чтобы опять увидеть Эту связку Их четырех героев Вот Чем должны Должна думать команда Против которой появляется В начале Там Патма Шадоу Демон Чтобы потом Не забанить Ни Кентавра Не инвокера Но сейчас кстати Кентавр Очень вероятен И Шадоу Демон Подходит И под Патму И под Кентавра Одинаково хорошо Так что Я не удивлюсь Если мы сейчас Увидим именно Кентавра Вот появление Вивера Наверное уже Очень сильно намекает То что Следующим пиком Скорее всего Будет аппарат Что Чилин Тач Через Джимнейт Атак Больно по горбу То стучит Угу Так Чем будет отвечать Появится ли Кентавра Сейчас Сейчас Долт Демон Если собирает себя Гоним Это тоже Такой жесткий Тип становится С двумя Вот этими Своими Дебафами Там два Заряда В курсе У кого Где У Шадоу Демон Согоним Ну да Это же Вообще Жесть А там еще Недавно Дота Синим Окажется Выкидывали Нарезочку Что у Шадоу Демона Если Аганим Выкладывать После использования То Типа меньше Кулдаун Между зарядами Ну типа Бак 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 Все таки Приобретает Куть-то Сайленс И он нужен Потому что Надо чем-то Инициировать А вот против Таких ребят Как Дарсир И Санкинг Лучше драку Начинать первому Из Сайленса Потому что Если нападают на тебя Шансов Выжить достаточно мало Если вдруг Какие-то неудачные позиции А тут вроде бы И Патма Такая Мобильная подруга И Пак Который в основном Сам нападает Так что Весьма неплохо У нас тут Что-то свет мигает Музыка И Сайлна Отхила пошла Да-да-да Стены Коррозия пошла Чувак С урной на голове Абадон Не появился аппарат Мне вообще Немного не Не Мне понятно Почему его взяли Потому что Будут стрелы Будут А пофиг Шилды кидаться На чуваков Которые будут Попадать стрелами Но А дальше что Кстати до сих пор Даззл в пуле Вот мне кажется Что Даззла Мы возможно Сейчас увидим Ну вот Кентавр Угу Не хватает Инвокера еще Было бы вообще Не ну Кентавр тут было Все читаемо И Даззл И Даззл Вот сюда Пятым пиком К Юнионам Он мне кажется Вообще Чуть ли не Идеально заходит И кстати Даззл заходит Да Тут многие думают Почему Даззл Потому что Шаттл Демон Кидает в этот астрал Подходит сам Подлипывается Патма Подхил Просто миллион дэмэджа Залетает в секунду В типа Старшторм И до свидания Да так и есть Действительно Даззл под шаду демона Тоже неплохой ДПС выдают И вот он собственно В бане Новый спирит Сразу видно Что-то они вроде понимают Хотя это на самом деле Было настолько очевидно Что даже два таких Утырка Как мы с Годхантом Догадались О том что Даззл Может здесь появиться Ну а еще у нас просто Есть небольшой окошко Где на 2 секунды Вперед идет стрим Блин палево Большую часть времени Мы не палимся Но иногда хочется Типа Слышь Вы все еще ничего не угадали Давай хоть раз Ну давай Да ладно Если мы сейчас там Акса какого-нибудь угадали То это было Совсем другое дело Можно было бы спалиться Сейчас опа акс И я такой Блин Ребят Ну сори Тайни Подожди Что тебе ждать А куда В смысле куда Мид Мидль Тайни Нет Это скорее всего Дарксир Мид Вивер офлейн И тайни будет стоять На изилейне Не верю вообще Не веришь Вообще не верю Я верю в Дарксир В сложное Вивера в легкое И тайни В миде Тайни в миде Тайни в миде Та ну У нас перуанцы Ну ревенжи За них тут болельщики Личные части Или это УГ Кстати не в курсе Надо бы посмотреть О кстати Кстати у нас же есть В титрах по идее Страна должна быть А ну сейчас Тим 2 Не написано Ну и ладно Так ну у нас Луна ласт пиком Все таки заезжает И Это пак в сложной Нет Это не пак Это Это Суппорт Патма Вот в чем дело Это ромящая Патма Скорее всего Да это ромящая Патма Действительно Так и есть Ну и мы Начинаем смотреть Очередной Очередной Матч Этих квалификаций На интернешнл На этот Долгожданный Турнир Наконец то Действительно Я сам его очень-очень долго ждал Этот турнир И квалы Хоть как-то уже Приближают Да приближают Более или менее И Я действительно рад уже Что наконец мы можем Насладиться этими Квалификациями Все Погнали Команда Ю Юнион гейминг Иво Играет на луне Сидерал Пак Зндерлз Мирана Джерри Коу На Шэдоу Демоне И на Кентаври У нас Энджел побежал Дальше У нас идет Команда Бан Эрс Или Новый Эрс Спирит Куди Да у нас На Санкинге Дальше Полупрожаренный Яичный ролл На Дарксире Брикс Вивер И Нейв Играет У нас На Абаддоне Ну и Тинни еще Конечно же Релик Тинни Смотрю Тут Что-то интересное Такое Ну что Тинник По итогу идет в мид Ты что-то опять угадал Опять ты смотришь стрим Безделая Ты вот понял Как надо угадывать Тинни в мид И собственно Видер Будет подфармливать Не ну блин Это все было понятно Просто надо было Создать иллюзию То что ну вот Типа Конкуренция Конкуренция Потому что Ежу было понятно Что Тинни идет в мид Да Найстрай бро Ладно Ну пак против Тинни Посмотрим Насколько хорошо Друг эти ребята Друг против друга Стоять Тинни кстати Вкачал Эволенч на первом уровне Не Тос Ну скорее всего Потому что От Тоса Просто удобнее Уворачиваться А вот от Эволенча Как говорится Додж Зис Бич И такой Брррр Насыпал Кирпичей ему Смотри Подмам Контроль Дабл дэмэдж Сейчас может прокачать Арволу Кому-то залепить Да Может и залепить Может быть Мидл отправится Может быть На топ На самом деле У ДСа Тут дела Будут идти Не очень хорошо Если Грамотно Будут действовать Ребята из Юджи Шаду Демон С Подмой Вкупе с Луной Вряд ли Дадут ему Спокойно Убегать Ну вот она Стоит Мирана Есть у нее Стрела Релик Ару Мимо Все Данг провалился Подмой уходит на топ Насколько я понимаю Ну а здесь уже Абадон воюет Против Энджела Слушай там на топе У Дарксира Могут быть небольшие проблемы Он уже еле живой уходит Правда И Это минус Луна И Луна 330 мувспида Это минус Дарксира Вот Луна Тоже минус Да Это Луна тоже минус Подмой прибегала Уже На всякие пожарные Тут по нему Распраховать Скотина та еще Она взяла и сперла половину опыта От Фирст Бада То есть Луна бы действительно Там апнулась нормально Получила второй Может быть даже пол третьего А тут так типа Ну я промазал стрелой Ну вот мне надо чуть-чуть Тут подхобатить А ладно Все нормально Что ты начинаешь Драматизировать Луна себе заработала денюжки Сейчас Крипов например Не добивает Тоже норм 0.2 Кстати Погоди У Луны На фрифарме 0.2 Погоди У Луны На фрифарме 0.2 1.2 Подожди Я звучу Ребята Луны На фрифарме 0.2 Отличный крип Стат Старается Потеет Дружание Но зато Есть фирст Бад Да ну ладно Я немного удивлен Возможно он занимался Чем-то Супер важным Именно поэтому Крипов добивать не мог Супер важно Это Бежать за Т1 И харасить Бедного Дарксира Это супер важно Не ну может быть Так и было кстати Хотя вот под вышкой Вроде бы он что-то Что-то понимает Да как нужно Эти криповичков Трогать Тенит Медлей Еле живой Ну сейчас уже Боттл приходит Все в порядке Ну как в порядке Сейчас Получит подачу Не ну там Или Зориор Второго уровня Не убивал Наверное 140 Так Так ну и как там Дела у Кентавра У Кентавра уже Заканчиваются Хилочки между прочим Вивер его Старается харасить По максимуму Виверу По хорошему Купить сейчас себе Когти На первые деньги И этого Кентавра Просто унижать Потому что Кентавр Ну не Соперник Виверу Там с какими-нибудь Когтями Он чересчур Сильно пробивает Кентавра Сейчас Вивер Нет это колечко Ну Стой Терпила дальше Тут Подожди Может табу С кольца Сейчас продаст И когти И когти Потом побьет Опять продаст когти Кольцо Блин это вообще Имбаланс Это да Не ну если сделать Минуту таймер На артефактах Я думаю Так примерно И будет выглядеть Стояние Легкой линии Своей Так ну и Пак Четвертый уровень Тини тоже Сейчас будет уже Четвертый По крипам Примерно все ровненько На 4 крипа Обходит пак Ну Все таки Тинику неприятно Подходить За каждую тычку По крипам Получает тычку По лицу Да Есть такое Подмасс Шаду демона Пока просто Бьют крипочков Сделали небольшой Отвод Понятное дело Получают уровень Там 2 уровень Шаду демона Чтобы было проклятие Подме 2 уровня Тоже с головой Достаточно Там либо Лип Либо Старшторм Какой нибудь Ну и будут ли Ходить гангать Или все таки Забьют болт Потому что Дарксир тут все делает правильно Дарксир стопит крипов По максимуму Начиная там чуть ли не С тир 2 вышки И Кидает айншелы Периодически Да там добивает криповочков Дарксир 10-0 Крипстат Изи Бризи Тут есть базилка Да Ну пушить Судя по тому что Она не включается Нет включается Все же базилка Но кентавр грамотно Отводит крипов за вышку Стоит сейчас Между двумя товарами Вышка не харассится Кроме как катапультой И он спокойно получает Уже своего Пол пятого уровня Да И Сент Кинг При всем этом Сейчас достаточно бесполезен На его месте Учитывая неактуальность сражений Можно просто пойти Стакать и убивать Стакать крипов Да Стакать крипов Убивать крипов Хотя Первые песочки Это не так уж И много дэмэджа Он скорее всего ждет Третий уровень Где-то хочет его получить На линии соседней И потом уже Отправляться собственно Со вторыми песками Слушай Нам по крипов вышло вперед Ооо там у нас Пак немного приплыл Сейчас паку дальнюю передачу Или Нет 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 Пак кстати Маны нет Хотя можно было Отпиться за это время На самом деле Ботлом В котором Было Что Испить Испить Отведай ты Из моего кубка Так Ну и как там дела Идут его Ну а луна Наконец реабилитировалась Слушай 28 на 4 Вышла На топовый криптат Нормально Ну и без медаса Собирает тут же ПТшку Включенная базилка Потихонечку Подпушивает лайн Дессу это только на руку Да Вивер фармит Все фармят Никто никого особо не трогает Счет 1-1 Шестая минута у нас пошла Я так Жмакну графики Видим что Юджи Немножко все таки впереди Смотри сейчас Сенткинг Подман Мне кажется Долго не верила Своему счастью Что вот Трясающая стрела Ну и спокойненько Уходит Получил он Свой третий уровень Есть у него Вторые пески И сейчас Наверное Пойдет фармить Так Ну а там у нас Сейчас Кентавр пытается Вивера фрисануть И у него неплохо Кстати получается Вивер в результате Был вынужден Потратить Хилочку И дальше Размениваться С кентавром По хп Для него не верят Так спрятал Есть ли эклипсы Эклипсы нет Там буквально Вот не хватает Гроша опыта Почему нельзя было Дождаться Ну так яд же Нажми ты Нажал Остает Оставляет Да понятно Что оставляет Они сейчас Оставляют Так что ДС Уйдет отсюда Ну не ушел Но был близок К этому И посмотрел Очень сильно Проседает Шеду демон Шеду демон Ушел дерево Поэтому живет Байтит Он закупился Закупился И умирает Да что Лучше все таки Умереть от крипочков Крипочки Заработали опыта Денег Прокачали Скилы И дальше пошли Ты посмотри на этого Ранжового крипа Ай Пал в битве Уровень был хороший Но опыта не хватило Сейчас бы Чайником Лечовским А прикинь Да Сделать опцию Чтобы можно было Крипов прокачивать Отводы делаешь Убиваешь нейтралов Чтобы крипы качались Не Ну там Купил За 10 тысяч Золото Например Я не знаю Плюс там Трик атаки Слушай Не надо В Китае Крипы бы Ходили сильнее героев Мне кажется Что они бы там Потом и фармили Типа Ну всего-то 10 тысяч золота Это ж каких-то там 30 минут Пофармить Изи Так у нас Патма Без маны Кстати Очередной Многоспаун От Товарища Абадона И не получается Его сделать В этот раз Ну и Сенткин Приходит Да Вот он как раз Уже Даже не то чтобы Третьего уже Почти пятого уровня Да Вторые песочки И начинает здесь Дымить А вот получает пятый Третий подкоп Кстати качает Правильно Правильно Писки ему сейчас Ни к чему Там вторых хватает А вот третий подкоп На всякий пожарный Лишним не будет Так Тинни У Тинни Не хватает Опять на 2 каста Тинни Вот какой-то Такой немного Странный товарищ Он надеется Что их сейчас Ботл не пригодится Посмотрим Посмотрим Там Патма Отпивается Маной И сейчас Возможно Будет выход В центре Нет Нет А если она не найдет Сейчас в песках Пацана Она опять Промахнется Стрелой Не Ну если так Смотреть То да Тут Вот Смотри Находят Оп Они друг друга Стоят Кстати Я же говорю Там Вот Прям вот Уже Не придумать Ну все Должен умер Здесь Сама не поверила В то что попало Ой да ладно Не Он отсюда ушел Он Не Не ушел Он Не замансил Да Худьбу ударил Не он специально Почему нельзя было нажать Утимой До этого А именно доводить До ситуации Когда Патмана Получала Все нормально 12 тысяч Все нормально Специально Так было сделано Вивер Гонится дальше За Патмой Ну лип через 5 секунд Но все Ужирает Так Койл Тысячка Дрим Койл Ароу Вивер И таймлапс Норм Норм Пака еще кстати развел На все возможные спелы У Пака мана нет А у него регенерация Кому покрывает Ну все это время Формит кентавр Да Есть такое Кентавр уже сейчас Восьмой уровень Себе там получит Подхоб Вивер С щиточком тут И как много дэмэдж Залетает Действительно много Там абадон подходит Сейчас должен быть Койл Или нет Койла пока нету Через новый щиток И вивер пойдет под вышку Да Все это минус Энджел Причем абадону достается фраг Но это не так уж и важно В миде у нас там Тинни продолжает воевать Против Пака Пак не особо кстати Практикуют у вороты От Тосов Ну действительно Кому это нужно вообще Так Сударксирует 1200 Зачем ты там Так внимательно Смотришь За чатиком Окей Опять есть интересные сообщения Окей Окей Хорошо Все Вопросов больше нету Ну вот Ла фармит стаки Восьмой уровень есть Есть уже доминатор Есть Тэшечка ТП Можно потихонечку Лиса истязать Вот кстати Эншентов И почему-то не стакают Кому луне Ну да Может потому что Они заблоченные Не ну это вариант Неплохой Но я по-моему Даже не пытались Сделать на самом деле Не ну может они Раз сделали Увидели что они Заблоченные И думают Ну его в баню Хотя вард совсем свежий Ну вот-вот Пришли Сейчас увидят Что заблоченные И подумают Ну его в баню Так и есть Опа Все Нет тут то было Может развардят Да Синтри уже Приобретает себе Патма И возможно будет Дивардить Окей Каким образом Не знаю Без танго Лип Такая Рассчитывает Траекторию прыжка Четко в деревья И прыжок И еще полминуты Стоит там Это не важно Ну короче Плохая такая затея У нас там была стрела Тинни от нее Естественно Спокойно ворачивается Даже не уворачивался Просто И не подходил даже Так Тинни с Мидасом Вот это мне Очень Слушайте Тинни с Мидасом Гитавр на самом деле Так борзеет Просто жутко Восьмой уровень Гитавра этого Наказывать нужно по черному Ну у него ультимейт есть А чем цепануть Абадон Вивер Санкинг Единственный Кто может чем-то подцепить И то опять же Это не долговременно А с худом и колечком Ну так надо Харасировать его Харасировать Он охарасировал И он уже не так быкует Ну Харасирую пацана С транквилами 15 регенов в секунду Абадон Потрясающий Прыжок Прям Чех Прям Вот чех Вообще Курит нервно в сторон Я не знаю Это знаешь Это вот Как там Чех Кан И там Тем временем В Мидле Минус Минус Тинни И Буфон В лучшие годы Этих ребят Пак уходит Пак отсюда скорее всего Свалит Да У него еще 10 стиков Есть и заряды В ботле Поэтому отпивается И я думаю Даже останется на лайне Пока нет Тинника Можно спокойненько Подформить И приблизить себя К даггеру Ну Абадон Просто царь Вот реально царь Конь ослушался Сто пудов В другую сторону Дернул уздечку Типа вправо В другое право Типа того Конь-женщина Перепутал Перепутал А может Абадон-женщина Бросил уздечку И глаза закрыл И Ароу прилетел Окей Мы нашли кстати Объяснение Всему что произошло С Абадоном Кто-то из коня Или Абадона Женщина Да Это мы выяснили Определенно Так Абадон Ага Хастерич нашел Ну вот ему Эта хаста Вот как Казя Баян Но Он не стесняется Загирает Хорошо Видимо решился Что слишком долго Будет бежать Какой-то другой герой В ДС В ДС Сейчас будет Мека В принципе Неплохо Но Хотя 13-ая минута Хорошо Наверное Даже для уфлейнера 13-ой минуте Меку Займеть Ну это нормально Ну да Действительно Неплохо Так Тут вивер Продолжает Подхорошивать Кентавра Смотри Патма работает Почти по моему плану Только она чуть не погибла Тихо А рот Так она такая Угу Спали Окей Я знаю Что он здесь Через 10 секунд Будет еще один заход Да А Подвели тролля Они с этого захода Наверное Что с этого захода Ну попробует вард убить Сейчас Стой Стой Так Тролль Надо с другой стороны Подойти Нет Вард у меня здесь не убьет Потому что Не начинается так А Тиник Тови сейчас на Тиник Что? Тиник погиб от Эклипса Что? Не Почему Во-первых Он Все это время Мансил 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 На нем Сайленца Не было Я смотрел И вот у него Эваланч Вот где-то вот сюда Он его кинул Пытался сделать Увышки Баррикаду Не Может он хотел Типа Уходиться туда В ту сторону Рассыпаться на куски Да Да Кстати Возможно Типа Ты кидаешь И появляешься в том месте Собираешься И еще и демдж наносишь Радиент Мидл Тауэр Тауэр Так Угу Тут Мне нравится сообщение В чате Нашем Бесит что Интернешнл Опять будет ночью Опять повторе смотреть Ну Начнем с того Что Единственный Интернешнл Который был не ночью Это был первый Потому что он проходил В Германии Если У вас есть ресурсы Для того чтобы перевести Интернешнл На территорию СНГ Или хотя бы Европы Я думаю Вальф вам Типа скажут Окей Давай Занимайся Бесит да Что весь этот мир живет Не по нашему времени Вымораживает просто Нет Такие Наглецы Наглецы Придумали себе время И живут по нему Ну вообще Всю землю В одни часовой пояс Я кстати Так же думаю Иногда о корейцах Шутко Мне это бесит А что Будут цеплять Как же Вивер вовремя Крипов то заформил Это просто жесть Он просто формил Крипов Он такой Одного прохарасил Второго прохарасил Он сейчас будет объяснять Сейчас погоди Он во первых увидел Что там ульту Патма прожала Окей А Патма Что там Вард поломала Или он сам Кончился По моему Вард поломался Я бы сказал так А у нее есть другой Вард в медле Она его сейчас Крошит Правда ее за это убивают Но это не суть Почти Вард Смотри Смотри Пак пришел Пак точно хочет Этот вард добить Смотри Он хочет ободона Ободону Ему не светит Ободон вообще Ни капли Так Тут еще шедоу демон Все хотят разбить этот вард Плюс полтос Нормально Патма тоже так видимо считала Плюс полтос Оказалось Плюс 250 Опа Чирик Так Ну Вивера там уже почти линка Вивер играет без тапочки То есть у него вообще Такой эконом вариант Но Виверу тапок не особо-то и нужен Начнем с этого Да Вивер достаточно шустр И быстр Даже без А у него уже линка Лол Да У него линка уже Кстати 15 минут Очень быстро я бы сказал Очень быстро С ней то его и убить посложнее И фармить ему будет полегче Так что Все нормально У Вивера Тут На Вивера реально какой-то План капкан Планируется Со всех сторон Люди к нему подходят Тучи сгущаются А Вивер бедный Наверное ничего и не подозревает Хотя я думаю должен Да его как-то не особо напрягает Эта ситуация У него одно убийство Один ассист Видимо все-таки он что-то подозревает Раз он в шокучах Там рядом с базой бегает Ну не с базой А с вышкой Может просто шокучи Откатывается достаточно быстро А ман Регин у него достаточно хороший Ему Ну типа да Без сапога-то наверное Как-то Надо передвигаться Пошустрей Такая стрела Шадл демон Видит Вивера Ой какая встреча ШД Будет ли прятать А что он там будет прятать Просветочка Вивер Ну типа ладно На Тинника напали Тинник бежит Проклинает весь мир За то что он Кенталу что сделать Я понимаю что у него есть ультимейт Пак запрыгнул Отличный Дримкоил Подвоим А потом скончался Пошел Эклипс А крипов-то рядом нет Я смотрю на этого Тинни Просто потрясающий герой Игрок тоже потрясающий В результате Вивера Сейчас вынужден отдуваться За всю команду Сэн Кинг Хоть бы стики купил себе Или это тоже для Ноу Лайфера Хорошо Минус Пак Вивер Дальше Вивер вряд ли Сможет кого-то добить Там триплкил от луны И это тревожный знак Да Он 2 в 3 Более или менее Или Абадон тоже умирал Слушай Это Абадон умер У него ультимейта Это 2 в 4 Слушай Манта Стайл на 18 минуте С ПТ и Доминатором Это хреновый знак Я слышал Слушай Я посмотрел на крипса Помнишь мы говорили Сколько там 0 крипов 6 крипов Походу стриму слышал В 3 минуте Думает Два утырка Я вам сейчас покажу Знаете 142 крипа 143 да На 18 Это действительно Хороший показатель Из Эншентов даже Да И вот мы видим Нетворс Насколько выше У этого Ива Может он действительно Такой жесткий Что за него так воевали Начинает просто с Денаев Он сначала своим Объясняет Что будет с каждым Смотри Нападает на луну Ну мне кажется Он переоценил Свою жесткость Ну он стрим смотри Бездая Меня хвалят пацаны Пацаны Я столько крипов убил Там сейчас Как и рассказ С Нетхантов Это обсуждают Часть просто Игра Ноги поломали Так Ну кинтауэрон да Он жирный уже достаточно Худ есть Выходит в даггер Уверенно И И вот я Давай с тобой так На чистоту Сколько раз Мы за день Ноем По поводу Пятых левелов На двадцатой минуте Много Вот каждый день В каждом матче Мы сидим И вот это Суппорт Нищеброд Пятый левел Пятнадцатая минута Ну это ведь действительно так Ты покажи Там Суппортом команды ДК Чувака На пятнадцатой минуте С пятым левелом Они скажут Что это вообще Аптб 1к Го гу рачё Не на самом деле Такие суппорты Как абадон И так далее Они должны Своровать где-то Эту экспу И получить 6 уровень Потому что Они в замесе Могут выживать Выживать Кидать щитки Кидать кайлы Подхиливать И получать тонну дэмэджа Ты ничего не понимаешь Это всё для неудачников Вот это кайлы Там кидать Хилять кого-то Щитки Надо быть пятым уровнем Отдавать Вот просто Мне больше всего Нравится логика Да Ты Я понимаю Что ты хочешь Чтоб суппорт твой прокачался Но Для суппорта Тысяча Ну точнее Для керри Тысяча опыта Это вот Ему вообще плевать Абсолютно Будет он там Тот же вивер Там девятого левела Или десятого Ему вообще абсолютно фиолетово Успел немного запечатлеть Последние кадры Из жизни потмы Так вот То есть Керри абсолютно плевать Будет он там Десятый левел Одиннадцатый окей Там девятый-десятый Между ними Разница действительно присутствует А вот Суппорт Который бегает И Боже мой Керри герой Пусть он получит Вишних пятьдесят опыта Это же бред Действительно Абадон Что в уровне Имеет выживаемость В десять раз больше Чем абадон пятого уровня Вот именно И та же история Со всякими шейкерами С эхо-слэмами Которые просто Заходят в драку Нажимают одну кнопку И драка заканчивается То есть Ну я не знаю Некоторые это понимают Некоторые это не очень Хорошо понимают Ну вот Если Действительно Посмотреть Разница керри Между шестым и седьмым уровнем Она фактически нулевая Ну или седьмым Хорошо Давай один Там седьмой, восьмой Восьмой, девятый То есть С шестого по одиннадцатый уровень Там редко что меняется Да, действительно Присутствуют моменты Когда нужно что-то замаксить Но на седьмом левеле Ты замаксишь Нужно тебе спайл Ну да Вот например Луна С эклипсом Там Бим Да, она получила свой бим Ну и все Типа она может спокойно Дать саппорту шестой уровень Ну Типа того, да Так Ну и вот Луна начинает Уже подфармливать Эншентов потихонечку Ю-Джи Я так понимаю Уже серьезно начали выходить вперед Ну Не то что бы Они вот и Там на Какой минуте получается Там на Тринадцатый Допустим Вели три тысячи И сейчас на двадцатый Ведут четыре тысячи Не слишком серьезный рост экономики Ну Могут на самом деле Здесь немного просить Потому что Тинни Потихонечку Выходит в аганим С аганим У него фарма величественная Но нет виспа Вот этого сплитпуша Какого-то адского Ну и он медленный Он очень медленный Этот Тинни Его можно раскайтить А Имея в команде Шадоу Демона Сделать это намного лучше Фак, отличный сайл Тут же Дримкоил Станк Кентавра Минус есть Дарксир провезла Мегу на поздноватый И может отсюда не уйти Еще и Тинни По телепорт сбили В результате Улетает отсюда Кажется только ДС Всех остальных Сейчас Кто не успел убежать Не успел убежать Отсюда как раз Тот самый Тинни Подходит уна Будет ли эклипс Есть эклипс Но пока Не уйти Короче Первое правило Паба Видимо В профессиональных играх Мало кто знает Ты знаешь Про какое правило Я говорю Убегись Спасайся Отдавай своего Ну Типа того Просто понимаешь Бывают ситуации Когда Тинни Остается 1 в 5 И Абадон Его не спасет Вот в чем дело Так что Тут Да Тут немножко Абадон Заигрался И 9-13 Становится счет Видим Что Ребята Из Новых Спирит Провезли Фротивизейшн Но дефать Без Тинни К 20 секунд Они все равно Не будут Если конечно С эпицентра Мацки Войдет Через Даггер Санкинг 11 в уровне Что он сейчас и делает Возможно что-то будет Интересное Подкоп Ты посмотри По двоим Запрыгивает кентавр Но мега Вакуум Отличный И Эклифт Пошел Да Заходит на Сабадон Абадону дэмэджа не хватает Совсем немножко Кстати не хватает урона Ты посмотри Очень-очень битый Иво Очень битый Джерику Пытаются забрать Здесь кентавра Самого толстого Из всей этой бригады А у него уже откатился До свидания Да И все Он так Хвостиком помахал Грациозно И убегает Еще и стрелат А Роу так Сюда в фейс Санкинг Отличный подкоп Сейчас должен Должен забирать Здесь двоих Определенно Да Завейдил Завейдил Сайланса теперь проблема У Санкинга Ему деваться здесь некуда А Роу нет Запрыгивает липом Минус И кентавр Опять этот лютый кентавр Ты посмотри Что вытворяют Эти ребята из Юджи Ну и в частности Эйнджел Очень классно Маньсят Очень Качественно дерутся И не очень Качественно дерутся Ребята из На Earth Spirit Слушай Меня это порадовало Дарксир по читкам У тебя 50 хп Что надо произвать Дабл Эдж Чуткий выбор На самом деле От кентавра Но сам прикол То что он выжил Он выжил после этого Вот в чем прикол Главное действительно Ну там пайп уже И этого кентавра Очень сложно пробивать Да Тинни на самом деле Меня очень сильно Разочаровывает Своими Плеями Назовем это так Потому что То он Как только драка Началась телепорт делать Он видимо сразу понимает Что все Бета будет ТП аута Оттуда Слушай Тут вот Ива тоже волнуется Походу Потому что только сейчас Было произвано БКБ В крипов Ну норм Че Не Есть конечно вариант Я всегда говорю То что возможно Его скатывают К 4 секунд ему Чтобы кулдаун был Очень быстрый Если файты начинаются Там через минуту Через полтора То всегда мог быть С БКБ Ну так бегаешь Просто по КД Его проживаешь Как попало Секунд спустил И да Ну вообще идеальный План я считаю Назови другую причину Ну давай Придумай более Типа Я же говорю Там коленки трусятся Или еще что-то там трусятся Коленками жмет Так Так Сенкинг мне нравится Такой блин Сделал По-моему поворот не туда был Потом такой Подумал Нет кажется Действительно Не туда немного свернул И надо бы наверное Сваливать отсюда И действительно Сваливает у нас Сюда Кентавр Нет Кентавр Видимо решил Не особо сваливать А вот Дарксиру Не помешало Да пошла ульта Стрела мимо Ну там поймали У нас Сенкинга Сенкинг под Сайленсом Мало пока на что Особенно вот тут Копнуть можно Копает всю команду Юджино Мека И все опять Фуловые Вот такие вот пироги Не хватает Вот этого вот Упыря Который в дизрабшине Просидел всю эту драку Да вот Посмотри как Грациозно выглядит Ты смотри просто В общем он сам Подпрыгнул Тоже неплохо Чтобы внути Вот так вот Он примерно Отправляет Стоса пацанов Чтобы этого пацана Стоса А вон он летит Так это иллюзия Тяни иллюзия Ты смотри просто С высоты птичупа У нас тут реально Начинается Квидич пошел Квидич да Метла правда Не очень А он вот туда На шаду демона А шаду демона Как дела А шаду демон Бежать Бежать 250 гп Еще жук Со всех сторон Ага Кто он отложил Походу Увидел Вот эту тень Главный воин Это некро покемон Который с личинкой воюет Не ну вот это Вообще огонь Я считаю Упом что-то кричит Даже возможно Даже что-то матом Может быть это там Кавабанга Какая-нибудь Не похож он На черепашку ниндзя Смотря с какого ракурса Смотреть на него С этой веткой конечно Блин это дерево Я уже ее бросал И просто бежал Оттуда подальше Где там кстати Абадон Он смотрит на этого тени Кого заре повернута голова Не он наоборот Отвернулся Я не хочу на это смотреть Так Луна Луна тоже что-то Вообще на морозе О Мы продолжаем Сэнкс гол Самый чуткий Это кентавр Он просто стоит Вообще вертел Всю эту драку Тени Залетел Инвиз Что-то пока живой Но я думаю Его отсюда не отпустит Да ладно Верон Тычку дал В иллюзию Вместо того Чтобы дать Пшу демона Отличный стан Даблэдж Минус Абадон Запрыгивай сюда Пак Сайлентс по двоим Ну Нету Нету Станова кентавра Но может идти дальше Там через 5 секунд Будет даггер И с этого даггера Скорее всего Будут забирать теника Должны по крайней мере Забирать Подходит Дарксир Там стяжка Нет Дарксир видимо Решил Использовать То самое правило И все-таки Спасти тени И остается Одна Т2 Вышка Команды Банн Эрт Спирит Это в медле Я думаю Ей недолго осталось На самом деле Луна уже тут Манта Стайл БКБ 9 секунд И что-то не юзает На самом деле Приостановил Походу свою остроту Сейчас Берет Берет Ну ладно Ты посмотри У нас уже 10 тысяч Оверфарма У ЮДжи Из этих 10 тысяч 5 находится У Луны Остальные 5 Там более-менее Распределены Хотя нет Нифига Они не распределены Там еще 4 тысячи лишних У Энджела Как раз Который хилтавр И как там У наших мидеров Ну мидеры Примерно одинаково Суппорт примерно Одинаково Кроме патмы Да Ну и вот 2 тысячи лишних Имеется у патмы ТП в мидол Буду дефать Кстати Это тот самый Шадл Демон Который качается Через яд Мы говорили о том Что есть Разновидности Шадл Демонов И сегодня Будем смотреть За За Едовитым Шадл Демонов Смотрите На него Как он Грациозно Кидает яд Так Стрела Отстрелила Крайнего Крипа Все нормально Энджел Одним своим видом Все крипов Пой уничтожал Блин У него Пайп Две сто И дайер Его очень Трудно убить Еще сейчас Шестнадцатый уровень Получит Третий Утимейт Ну и Некроме Никоны В мидол Заваливается Луна Пак нападает На ДС А ДС Отстреливает Отличный Сайланс От Пака Тинни Эваланч Господи Я смотрю Что делает Тинни Стой Тинни понимает Что сейчас На него Будут на нем Отрываться Окей Отбежал Так Запрыгнул На Тинни Так Дальше Дальше Кентавр Эх Иди отсюда Кентавр Дальше Пошли 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 Секунда До Эваланча Рича пацаны Я им насыплю Давайте Ну или в следующий раз Трусы Убежали от меня Не пошло Да Вивер Изолятор покупает Нет Шутки шутками А вивер Это сильный Вивер действительно Сейчас будет Неплохие куски Отрывать Единственная Проблема Ну там луна Есть 4 300 И она сейчас Зафармить Эншн В нее будет Баттерфляй Ну кстати Да И это будет Печально Да действительно 5000 уже Сверху Сейчас еще Сильные Крипы Помрут Почти 5 500 Тут еще Новый Спаун Появится Через 20 Секунд Всего лишь Так что Луна Я думаю Себя Вообще Прекрасно Чувствует У нас Рошан Появится Пока еще Неизвестно Когда Пока еще Там вроде бы Рандомайзер Запускается На топе Луна И вивер Ну вивер И не особо Куски уже Откусывают Тут видно Что Печек 20 Надо сделать Чтобы ее убить 15 брони Остается С учетом Того Что В нее С дезолятором Вивер Стреляет 15 брони Это много Это все равно Половина сокращения Физухи Вивер Да С одним дезолятором Мало на что Особенно Еще к этому дезолятору Какой-нибудь там Манки кинг бар И уже более-менее будет Так Вышечку там Разломали В миде Тине Ну С таким-то бревном Блин Я смотри У нас там Чат добрался До гугл Транслейта И сидит Общается На каком-то Непонятном языке Кстати можно было бы Какой-то флешмоб Устроить Там Я не знаю На китайском Традиционном Там Посидеть Побузить Не надо Да норм же Мы уже кометили На французском Хватит Что у ДС У ДС Мека Арканы 1300 Это либо даггер Либо БКБ Пойдет Но ДС Сейчас пойдет По-моему В таверну ДС Тут Че-то Явно Не туда Забежал Мне кажется ДС у нас часто Кстати Куда-то Не туда Забегает Он понимает Что у него есть Тепаут и сюрш Но Не всегда Это работает Не всегда Работает Тинни Вот я тебе Хочу сказать У него Эволен Читос Это походу Скриптованные Два спла Которые работают При приближении Крипов Как только идут герои Он не знает Куда вообще Деваться Швивир Еще одну вышку Забирает Ну халява Изи мани На самом деле 500 зол Все-таки На дороге Не валяются И вот Вивер 15 секунд До Рошана Прандамайзер Выдал вообще Очень маленькое время Да И вот Ролех Действительно Уже подходит Слушай Ну Тепи вышка Тоже может Осыпаться Очень быстро Тинник тут С бревном Пошли Жуки Оп Перепа закинул Ультпатмы Что-то Зацеплять будут Двух уже нашли Вопрос в том Чтоб Действительно Их зацепить Какой пасистана Подкопался Я не знаю Куда подкопался Но видим Что это минус Сенткин Причем Ты посмотри Гем выпадает Из Сенткинга Нужно бы Никто не трогать Да там Опытный Был гем До этого А у кого Он часто А сейчас Нет ни у кого Вуд Что за Вы кстати Не забрали Да Кем По-прежнему Лежит Ух уж эти игроки А сам потом Сидишь Папочки Катаешь И там Четыре гема Может На земле Валяться И ты типа Что там Надо пойти Какого-нибудь Там Цемочку добить Так Рошанчик У нас уже стоит Рошанчик Уже начинают Забирать Ребята Из Union Gaming Пока Беряется У Тини Тоже не обузит Страту Луны Еул У Патмы Как тебе Такое Это Подкидываешь Отлипываешь Сопускаешь Ару Спешил тактик Ну да Во всех Папах страны Ну может быть Вот кстати Вивер Например Он тоже Не догадывается Что команда Там Противника Не заметила Гем В общем Никто не догадывается Вообще Существование Кроме Санкинга И то возможно Ему подложили И он тоже Во время боя Перед смертью Кладут в него Гем И будет О боже Из него Выбили Гем А вот Смотрим У подмытая Реально Был гем Вроде как Я реально Помню Выложил Да Я вот Смотрел Смотрел Нигде Нет Нигде Гем На базе Нет Курьере Нет Ладно Тут у нас Уже На базу Заходит Луна Пульсавр Также Попегает Лышка Телефорт Сужки Ару Ару Тортируйте Секундочка Запрыгивать Санкинг Ну и клипс Ой Извините Пак 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 Нормально Здесь Стерли Но Проблема В том Что Луна По прежнему Живая Луна Очень неплохо Наваливает По тиннику Тинни Прожимает БКБ Но Луна По прежнему Его пытается Убить Луна Сейчас кончится БКБ И будет Просто Бимчик По голове Так Луну Перед этим Неплохо Так Пасанули Луна Действительно Сильно Страдает Как мы видим Хороший Подкуп от Санкинга Спрятали Стенка Какой стан От кентавры Сейчас будет Дабл эдж Туда Ну не в того Дабл эдж В результате Только по одному Проходит дэмэдж Луна погибает Минус Аэгис Вивер отбивается Причем реально Вивер по сути Соло это сделал Потому что Дамагу кроме него Выдавать Никто другой Не мог Сейчас начнется Дай Ой Ой Посмотри Вивер не сделал Ни тычки Да Видел Но Цинкинг Тоже Ни тычки Не сделал А это Минус Мидл Так что Вивер не отбился Выходит Что так Пол базы Крошится Пока Луна Бьет Одни Бараки И Огромная Туча Крипов Завалилась И тут же Ребята Смещаются На ботом Кентавр Света Потанкует У него Тараска Куда тут Смотреть У него Тараска А также Ребятами Из Юджи В случае Я просил 35 минут Не состоится Потому что Ггн напишется Я думаю Раньше Чем через 2 минуты Но видишь Не хотят Ребята Которые играют За Радиент Сейчас Писать Гг Хотя Как раз Самое время Хорошая Очень 4 секунды Но тут же Снимается Щитком Таких Джукинги Джукинги Кентавр Очередная ульта Находят Тинника Тинни в истерике Не знает Куда им деваться По троим Пак может погибнуть Нет Мека Его вроде Сейвят Но Трим Койла И минус Вивер Мгновенно Где-то он никуда не мог Ему дали Сайланс Тинни Тинни Насыпал Подкинул Вроде все хорошо Но дэмэджа очень мало С руки у Тинника На данный момент Это ГГ ВП Действительно ГГ И Юджи Сейчас зарабатывают Очередные 3 очка Ну скажем Просто зарабатывать себе Очередную победу С чем мы Естественно Их И Поздравляем Что ли Редактор субтитров Корректор А.Кулакова